Привет всем! Меня зовут прямо так, как прежний раз, Мирослав Кокош. Я уже на прежнем докладе говорил про показания оперативно или консервативному лечению dysфункции плеча. А теперь хотел немного на этом мастер-классе рассказать про возможностях консервативного лечения dysфункции плеча. Но важно для меня, чтобы это было на базе функциональной диагностики. Что это плечовый сустав или плечовый пояс? Посмотрите, это такая часть нашего тела, которая имеет очень большой объем движения, самый большой в нашем теле. С очень интересных черт это то, что эти три кости, ключица, лопатка и плечовая кость, они соединяются с центральной спиной только с использованием одного сустава, ключичного грудинного сустава. А так все движения, все позиции зависят в большинстве от мышц. Конечно, у нас есть настоящие суставы, суставы, в которых может быть арпрост, в которых может быть какие-то там разрывы, вывихы. Но есть также два функциональных соединения, и эти функциональные соединения – это главное место, на которое обращает внимание физиотерапевт. Если мы бы хотели разделить эти суставы плечевого региона, то у нас первый сустав – это лопаточно-плечовый сустав. С ним соединенный, как бы, это не настоящий сустав, но это функциональное соединение, субакромиальный сустав, можно так сказать, в скобычках, конечно, но это место под акромионом, в котором должен пройти больший бугорок. Третье, очень важное для терапевтов, третье место – это грудинно-ключичные соединения, это возможности двигания лопатки на грудной клетке, на ребрах. И по правде, от этой позиции лопатки зависит функция, зависит возможность работы двух суставов – ключично-акромиального и ключично-грудинного сустава. Эти два, которые на красном цвете показаны, для нас, как для физиотерапевтов, очень важные, и мы сильно думаем об этом, что правильная работа этих двух мест даст нам правильную работу даже в остальных трех суставах. На прежнем докладе, надеюсь, что вы помните, что мы говорили, что приходит пациент с какой-то дисфункцией плечевого пояса. Ну и у нас есть какой-то протокол, какой-то схем работы, нам нужно разные вещи определить, но на конце есть шанс, что у пациента есть проблем плеча, проблем механический, не очень сильный, не травматический. Но этот проблем может для нас состоять в двух регионах. Это может быть проблем между лопаткой и грудной клеткой, или между плечевой костью и лопаточной костью. Главное, в этом суперакромиальном регионах. Мы тоже на первом докладе, я уже вам говорил, что есть разные дисфункции плеча, и на этих мастер-классах мы будем говорить главно о двух проблемах. Будем говорить про дисфункции лопатки и про синдром гирт. Это два такие важные вещи, на которые я хочу обратить внимание. Если мы говорим о дисфункциях лопатки, значит, мы должны сказать, что может делать лопатка. И тут у нас показаны физиологические движения лопатки, то, что лопатка может сделать. Конечно, лопатка под контролем мышцов может пойти в элевацию или депрессию, вверх-вниз. Может сделать протракцию-ретракцию, в смысле может отойти от спины и может прийти к спине. Наша лопатка, это очень важное движение, может сделать upward-downward rotation, верхнюю-нижнюю ротацию. Она очень важна, чтобы мы могли поднимать руку в полном объеме. Кроме того, наша лопатка на грудной клетке может сделать передний наклон, задний наклон. Мы это называем anterior или posterior tilt. И последний вид, наша лопатка может сделать как бы поворот для наружной, для внутренней ротации. И теперь все эти движения зависят главно от мышц. Если у нас есть какие-то неравновесие мышц, мы видим, что лопатка стоит неправильно или двигается неправильно. Я очень долго думал, как сделать эти мастер-классы, на которых мы теперь находимся. Потому что мы много можем как терапевты, но очень сложно сделать мастер-классы, когда ты сидишь в одном месте, а вы сидите в другом месте. И даже я не знаю, есть у вас какие-то модели или нет. Но мне повезло, прямо вчера я закончил обучение по методике Кальтенборна и Вента в Польше. Эти обучения уже начались. И как раз это было обучение для тестирования и лечения верхней конечности, в том числе даже и плечевого района. Ну, я подумал, эти люди, которые были на обучении согласились, они дали мне свое тело, чтобы я мог вам показать. Они согласились на то, чтобы быть для вас моделем. Значит, я хотел вас спросить прощения, потому что я совсем вижу, что я не какой-то кинооператор. И вижу теперь недостатки всех этих фильмов. Но думаю, что без этих фильмов совсем бы нам не повезло. Значит, посмотрите. Я выбрал из этой группы людей, ну, физиотерапевтов вроде, которые пришли. И у них как бы не должно быть никаких симптомов. Но я нашел разные неправильные позиции лопатки. И у нас есть такой фильм. Попробуем теперь его запустить. Надеюсь, что он хорошо пойдет. Еще раз вам говорю. Эти люди, которые вроде не жалуются на никакие проблемы. Они более-менее здоровые. Я таких пациентов, таких людей называю группой субклинической. Значит, у них нет проблем, нет боли. Объемы движения как бы им хватают. Но когда терапевт на них посмотрит, уже видит какие-то недостатки. Можно за этим уже работать. Но обычно эти люди ничего не делают, пока не придет к ним боль. А когда придет боль, видно, будет эти все изменения в еще большем объеме. Значит, посмотрите. Есть там, по-моему, 4 или 5 людей. Первый человек – это девушка, у которой лопатка стоит в очень сильном переднем наклоне. И этот передний наклон очень типическая, посмотрите, вещь. Это видно, что у девушки очень сильно работает малогрудная мышца. Сильно торчит нижняя часть лопатки. Верхняя часть как бы не очень. Медиальный берег хорошо. И еще видно у девушки, ну, как бы, если мы чуть-чуть дальше посмотрели, у этой девушки очень сильно был напряженный верхний, ну, как бы, малый ромбовид. Следующая лопатка – плоская спина, как бы, знесение всех углов. О-о-о, как же так быстро, простите, простите, простите. Мне нужно задержать, еще вернуться. Окей. У этой девушки видно, что есть очень сильно напряженный вес ромбовидной мышцы. И малый ромбовидный, и больший ромбовидный. Ну, успел. Третий человек. Это пациент, у которого мы определили, что не очень сильно работает передняя зубчатая. Вся лопатка, вес угол берег медиальной лопатки стоит. И одновременно у пациента есть, ну, короткие, большие грудные мышцы. Следующая девушка, у нее плеча еще сильнее вперед встают. Тоже большая грудная, как бы, обкороченная. И у этой девушки тоже видно, что с левой стороны будет напряженный трапецовидный мышц. И очень сильно, но, как бы, видно, что он доминирует. И последний человек, это человек, по-моему, он ничего не говорил, но, по-моему, это человек с болезнью Шоярмана. Посмотрите, очень длинная кифоза грудная. Эта спина, как бы, жесткая, она не двигалась. И теперь видно, теперь видно, что лопатка, как бы, стоит правильно на грудной клетке, но очень сильно в отведении, очень сильно пошла вперед. Значит, у этого человека совсем короткие, большие грудные мышцы. Если мы такие вещи увидим, если мы сможем тестировать наших пациентов, как бы, на длиноту, на силу мышц, то мы можем знать, мы знаем, как их лечить. И теперь у нас показано, какие могут быть разные неправильные позиции лопатки. Очень часто лопатка идет вверх, лопатка идет в левацию. И теперь, если эта лопатка идет в левацию, она с одной стороны выше, чем с другой стороны, то мы можем думать, что это по причине сокращения или поднимающего лопатки, или верхней части трапецовидной мышцы, или даже ромбовидной мышцы могут быть в гипертонусе, могут сильно работать. И наша задача – расслабить эти мышцы, ну и, конечно, включить их антагонистов. Часто люди спрашивают, а когда будут поднимающие лопатки, а когда будут трапецовидные. Если мы видим, что лопатка пошла вверх, и медиальный, и нижний угол сильно стоит ближе спины, как бы лопатка будет в этой нижней ротации, для нас это информация, что очень сильно сокращенный будет поднимающий лопатки. Но если лопатка вверх, но нижний угол лопатки не очень сильно пошел к спине, он стоит как бы как с другой стороны, только лопатка вся пошла вверх, это можно сказать по причине доминации трапецовидной мышцы. В этих двух случаях, если одна группа мышцов доминирует, то стопроцентно трапецовидная нижняя часть и зубчатый передний будет в гипотонусе, они будут вявые, и мы их должны укрепить. Может быть, что, редко по правде, но может быть, что лопатка по стороне, которое вызывает боль, эта лопатка будет в опускании, в депрессии, но мы можем говорить, что главные причины депрессии лопатки, такие как бы зажатые, недвигающие лопатки, это будет сокращение большей грудной и широчайшей воспитания. Но очень редко так бывает, потому что, ну, главное, или поднимающие лопатки, или трапецовидная верхняя часть сильно доминирует. У этой второй девушки мы видели, что очень сильно напряжены были ромбовидные мышцы, и это как бы видно, что лопатка пришла к стене, как вся лопатка. Мы говорим, что нормально дистанция между спиной, между остистыми отростками спины и медиальным краем лопатки должен быть где-то 6,5-7,5 сантиметра. Если этот дистанция будет меньше, значит, что, ну, как бы, или ромбовидные мышцы, или поперечная часть трапецовидной мышцы будет доминировать. Их нужно расслаблять, и после расслабления этих мышц нужно включать, стимулировать зубчатый передний, чтобы он поставил лопатку, как бы, чуть-чуть в огредение, можно сказать. Прямо наоборот, у этих двух последних людей мы видели протракцию лопаток. Лопатки были хорошо, лежали на грудной клетке, не видно было, что торчит или нижний угол, или медиальный берег, но лопатки сильно пошли вперед. Плечи пошли тоже вперед, это была более-менее круглая спина, и это главная причина, что у пациента есть сокращение больших грудных мышц. Если лопатка стоит во внутренней ротации, то, как бы, лопатка, как бы, у нас говорят, как птица, и тут очень часто бывают сильные ослабления зубчатой передней. И тогда стоит от спины, как бы, от грудной клетки торчит весь медиальный берег лопатки. Следующая вещь, это была первая девушка, у которой был очень сильный передний наклон. Этот передний наклон, по причине сокращения малой грудной мышцы, он дает нам такой вид, что лопатка торчит нижним углом, что нижний угол торчит от спины, и лопатка, как бы, очень сильно пошла в передний наклон. Это были главные проблемы, главные неравновесия мышечные, которые мы можем посмотреть. Лечение главное будет мышечное. И теперь то, что мы делаем на наших обучениях, мы делаем или функциональный массаж, или папиречный массаж, или постизометрическую релаксацию. Но для нас важно, чтобы мы знали, на каком мышце мы должны работать. Нам нужно определить одно, два мышцы, на которых мы должны расслабить, а потом, прямо после этого, нам нужно включить их антагонист. Если мы правильно поставим лопатку относительно грудной клетки, то плечовый сустав будет лучше работать, будет меньше компрессия в подакромialном, субакромialном суставе, и тоже не будет таких сильных изменений в этих суставах грудиноключичном или грудином, окроме. На следующих двух слайдах показал вам примеры, где-то нашел в интернете, показал вам примеры, как можно массировать, как можно делать функциональную терапию, функциональный массаж. Сверху, слево большая грудная, с правой стороны малая грудная, снизу, с левой стороны, это будет трапецовидная мышца, очень похожая позиция тоже была бы для поднимающего лопатки. И последняя, снизу, с правой стороны, это функциональный массаж подлопаточной мышцы или может даже круглых, в зависимости, как глубоко залезем рукой в подмышку. Эти слайды показывают нам позиции растяжки по Кальтенборну Эвенту. С верхней стороны, с левой, у нас двоих сторонная растяжка больших грудных мышц, с верхней стороны, с правой стороны, малая грудная или подключичная мышца, а снизу это растяжка трапецовидной части или верхней, или средней части, в зависимости, как будем крутить рукой. Нормально на всех этих мастер-классах мы бы все это теперь сделали практически, но у нас, к сожалению, нет такой возможности. И надеюсь, что мы когда-то сможем это сделать. Могу вам показать, как это работает, как меняется позиция лопатки после растяжки родных мышц и включения укрепления других мышц. Но то, на что хотел вам теперь обратить внимание, это вторая проблема, которая очень часто бывает у наших пациентов, у которых есть какие-то изменения дисфункции плеча. Это так называемый синдром ГИРД, из английского языка Glenohumeral Internal Rotation Deficiency. Если бы это перевести на русский язык, это недостаток внутренней ротации в плечо-лопаточном суставе. И теперь помните, с первого доклада, когда мы говорили, какие есть заболевания, какие есть проблемы, я вам сказал, что две дисфункции, которые очень хорошо идут на физиотерапию, на мануальную терапию, это будет дисфункция, это то, что теперь на зеленую, дисфункция лопатки, про которых мы сказали, и это синдром ГИРД. Теперь, если мы бы хотели сказать, то по статистике, если мы говорим про плечовый сустав, то у нас есть два главных проблемы, и эти два главные проблемы действительно доминируют. У пациентов или после травмы, или без травмы очень часто есть нестабильность плеча, причем самое главное это передняя нестабильность. И в таких случаях у пациента есть проблема. Пациент говорит, что его болит, он не любит делать или разгибания плеча, или наружной ротации, или горизонтального отведения. Эти три движения дают пациенту боль. Если мы будем говорить про биомеханики суставов, то мы знаем, что в этих трех движениях голова плечевой кости двигается вперед. Но если у нас есть передняя нестабильность, то движение, которое дает эту голову еще вперед, могут даст нам какие-то проблемы, какие-то боли или страх. Этот пациент не хочет сделать таким движением. Но и теперь вопрос. Если не было травм, или даже если была травма, почему эта голова стоит спереди? Одно объяснение такое, что по причине ГИРД этого синдрома недостатка внутренней ротации у нашего пациента достаточно раньше дошло до сокращения задней части капсулы. И теперь, если задняя часть капсулы будет короткая, то голова уже в самом начале стоит спереди. Она ждет, когда кто-то упадет и когда поставить руку в разгибание. Нормально, если не очень сильная травма, если не очень быстрая травма, если вы упадете, ну как бы успеете положить руку, зарегулировать руку, но встанете все нормально. Вчера я вечером вернул с Вроцлава за это обучение, но как бы еще было время, у нас очень жарко, я поставил себе гамак, вошел в этот гамак, но как бы неудачно в него вошел и упал. Но я сделал опор на руке, как бы в разгибании, все нормально, как бы заблокировал, прошло. Значит, не было у меня переднего вывиха, хотя были условия. Но я себе как раз подумал, о, значит, у меня нет сокращения задней части капсулы, голова не стоит спереди, не перегружает передних ткан. Вторая главная причина на проблема в своем плечевом суставе, это будет или суберакомиальный импичмент, или перегружение мышц в ротаторах. Эта группа пациентов, как бы говорить, прямо наоборот, у них проблем будет во время сгибания, может даже, главное, во время отведения, и эти пациенты очень не любят внутренней ротации, потому что в этих случаях у них тоже очень сильно начинается болт. Но теперь, если мы подумаем по биомагонике, что происходит во время сгибания и во время отведения, то по закону выпуклости, выгнутости по Кальтенборну голова должна скользить вниз. И теперь, если по теории Гилд, если у нас есть сокращение нижней части капсулы плечевого сустава, эта голова не может скользить вниз во время отведения, а она и так крутится вверх, значит приходит компрессионный синдром. И теперь посмотрите, как это интересно. Два главных, два противоположных проблем или нестабильность, или компрессионный синдром, они могут быть вызваны недостатком внутренней ротации, синдромом Гилд. Значит, всегда, если будут у вас такие пациенты, просто рекомендую вам посмотреть на этот недостаток внутренней ротации, посмотреть, если работа на улучшение внутренней ротации поможет вам снести симптомы пациента. Тут еще как бы показано, посмотрите, эта капсула, эта капсула с верхней части, с левой стороны, это показано сзади, и эта задняя часть капсулы должна быть достаточно растягивая, двигается, должна двигаться, чтобы во время внутренней ротации эта голова, как бы, эта сумка пускала голову назад. С правой стороны вверху вы видите такую складку, это паховая складка, она должна открываться во время отведения. Если там есть сокращение, это как бы значит, что нижняя часть капсулы будет обкорочена, и голова, плечевые кости не будут двигаться вниз во время угловых движений. Снизу мы видим связки, это связки, которые, как бы, это укрепление сумки, и эти связки, если они будут где-то короткими, они могут нам давать какие-то таблетки. Это показано в активных движениях, это очень сильные показания, что у пациента не хватает внутренней ротации. Эти двух людей должны как бы в отверении 90 градусов сделать внутреннюю ротацию. Норма, посмотрите, где-то более-менее 90 градусов, мы можем сказать 80, но у этих двух парней как бы видно, что сильно не хватает внутренней ротации, они не могут этого сделать, а если они это делают, это они делают за счет переднего перемещения плеча, видно, что у пациента есть такие дополнительные движения, как плечо идет вперед. И к нашему большему счастью и моему и вас, а, еще простите, теперь это было как бы активное движение, которое пациент делает, но тест ГИРД, это тест лежа на спине, когда терапевт стабилизует голову плечевой кости и или активно, или пассивно идет внутренняя ротация в отведении плеча до 90 градусов. Норма по-разному говорит, что или перед плечом должно достигнуть до кушетки, я думаю, что если кисть сгибанная, то как бы рука, пальчики должны достигнуть до края кушетки. Но для нас важно позитивный тест ГИРД будет такой, если с одной стороны будет где-то больше, чем 18 градусов разницы. Некоторые говорят 20, но новые исследования говорят, что точно 18 хватит, но как бы больше, чем 18. Можно закруглить, сказать, что где-то 20 градусов между сторонами значат, что у пациента есть сокращение или задней, или нижней части сухи. Теперь важная вещь, если вы почувствуете, что во время пассивной внутренней ротации вы видите, что голова двигается вперед, это может быть синдром нестабильности. И для нас это обозначает, что сокращена задняя часть сухи. Но если в том же самом движении у пациента, когда мы делаем внутреннюю ротацию пассивную, у пациента начинается двигать лопатка, в смысле мы чувствуем, что акромий двигается вперед, это есть показание, что это может быть сокращение нижней части капсулы, и это может обозначать, что у пациента действительно есть субакромиальный синдром, или начинается субакромиальный синдром. И теперь посмотрите, это девушка, мы ее нашли прямо случайно, я показал, как тестировать плечо, но эти две девушки, они работали в парах, она сказала, что у ей подружки нет этих движений. Эта девушка ей 26 лет, она терапевт, не имеет никаких проблем правого плеча, но обратите внимание на правое плечо у этой девушки, но то, что мне интересует, то, что для меня важно, когда мы начали разговор с этой девушкой, она сказала, что она имеет проблемы с объемом движения правого плеча от всегда. Говорили, что родители увидели, что она по-другому двигает это плечо, и родители, когда она уже была маленькой девушкой, 5-6-7 лет, они начали ходить к врачам и делали разные фотографии, рентгены, томографии, наконец сказали, что из-за этого ничего не можно сделать, потому что у нее врожденное изменение положения лопатки или плоскать суставу плечово- лопаточного изменено и просто так будет. Ей главный проблем был такой, что она не могла застегать бюстгальстера сзади, и она как старая женщина делала это спереди, а потом делала поворот, но причем ей совсем ничего не болело, просто знала, что у нее есть какие-то функциональные недостатки. Посмотрите на объемы движения этой девушки, если мы начинаем тестировать нашего пациента, который приходит с боли плеча, но мы делаем прямо так. Простите, что я бегаю как дикий человек за той камерой. Это сгибание, неплохий объем, чуть-чуть меньше справа, но незначительное. Разгибание правильно, разгибание с двух сторон как нужно. Похожий объем движения. теперь посмотрим отведение. И отведение тоже как бы неплохое, как бы все нормально. начинается разные, небольшие разницы в наружной ротации. Только мне нужно найти позицию, чтобы камеру это снять. Плеча, локти у тловища, посмотрите, как будет левая ротация и как будет правая ротация. Чуть-чуть с правой стороны меньше наружная ротация, но важно посмотреть этот тест как с одной и с другой стороны. Не так сильно, как на фотографиях раньше, но видно разницу. Посмотрите еще как мы делаем лекции в масках. Все пациенты, все терапевты постоянно себе дезинфицируют, значит, так у нас теперь идет обучение. Я тоже за этой маской 4 дня сидел. Но надеюсь, все прошло хорошо. Это были такие активные движения, которые мы сделали. И теперь опять могу сказать, что это моя сильная ошибка. Не покажу вам, не знаю почему, где-то потерял фильм, что с левой стороны было, но с левой стороны гирт должны, прошу вас, чтобы вы мне поверили, с левой стороны объем был полный. Она спокойно дошла рукой до кушетки. А теперь посмотрите, какой объем будет с правой стороны. Это активное движение, пациентка делает активное, это полный объем. И теперь посмотрите этот пассивный объем. Ну половина, 45, может 50 градусов, с другой стороны было полностью. И теперь я снимал это, чтобы не мешать людям, я снимал это в перерывах, у меня было прямо 7 минут. И то, что теперь вам покажу, это было, это было, ну как бы фильм постоянно был сниман, и без перерывов это 7 минут. Я взял 2 или 3 техники суставные, ну и хочу вам показать, как будет эффект. Значит, если у пациента есть ограничение задней части сумки, нам эту сумку нужно растягивать. И мы это делаем с использованием скольжения дorsального. Я выбрал горизонтальное сгибание. Это нейтральная более-менее позиция. Пациент пациент лежит на спине, лопатка на столе и терапевт двумя руками делает заднее скольжение. Голова, которая скользит вниз, дorsально растягивает заднюю часть капсулы. Чем больше пойду в сгибание горизонтальное, тем значило, эта задняя часть капсулы будет сильнее растягиваться. И посмотрите, это разные условия. У этой девушки видели, что ограничение было на самом конце, но я хотел показать, какие есть возможности терапия. Но для ней полезна оказалась только последняя техника, когда рука будет максимальным горизонтальным сгибом. Мы используем клин по Калькенборну, чтобы лопатка, которая теперь будет в легком переднем наклоне, чтобы лопатка была стабилизирована. Теперь идем в последние горизонтальные сгибания. Чуть-чуть возвращаем и во время тракции правой рукой буду делать тракцию и во время тракции опять будем делать скольжение. Нужно это сделать три раза 30 секунд. Это минимальное время, чтобы растянуть сумку. Это главная техника для растяжки задней части сумки, если у пациента есть ограничение проблемы с наружной ротацией, проблемы с разгибанием или проблемы с горизонтальным разгибанием. Теперь после этой пробной терапии хочу посмотреть, как пошла ее рука, посмотрите, намного больше, поружение душе, но мышцы могут быть не готовы к этому. Если мы подозреваем, что у пациента есть сокращенная, обкороченная нижняя часть сумки, нам нужно делать нижнее скольжение головы. Это главная техника для каудального скольжения плечовой кости. Опять делаем это ближе к крайней позиции. В этом случае крайняя позиция будет где-то 100, может 110 градусов. И это будет другая важная техника для наших пациентов. Эту технику рекомендую вам, когда у пациента есть impeachment. А эту первую технику рекомендую у пациентов, у которых есть проблемы с нестабильностью. Это начало мануальной терапии. И прямо после этого нужно посмотреть, как пошла рука. Посмотрите, у этой девушки была и эта часть сумки, и эта была сокращена. Причем у нее, кроме того, что не хватало внутренней ротации, что чуть-чуть не хватало и наружной ротации. О, теперь простите, теперь вижу, посмотрите, как с другой стороны. Даже с другой стороны теперь хуже, чем за той, на которой мы работаем. И теперь то, что меня удивило, мы поработали где-то 5-7 минут. И мы решили функциональные проблемы пациента, которые кто-то определил, сказал, что он не можно на ним поработать, что он структуральный. Очень хорошенький пример, очень нам повезло и вам повезло. И теперь у нас есть такой функциональный тест, тест рука за плечом, как бы хочу поднять руку максимально вверх. И опять по-моему я сделал ошибку, что сначала мы не сняли этого перед терапией. Простите меня, но я совсем думал про других вещах, думал про уроках для этих участников обучения. Но слушайте, в начале разница между левой и правой рукой была на длине 9 моих пальцев. норма это разница максимально 3 пальца. Значит до терапии ее правая рука на 9 пальцев ниже поднималась вверх, правая рука поднималась ниже, чем левая рука. Прямо после этой терапии, которая не знаю было 5 минут, это была пробная терапия. Прямо после этой терапии еще раз даем этот фильм. Посадил пациента и конечно после пробной терапии нужно сделать проверку, помогло или нет. В начале было 9 пальцев, но я этого не снимал. И теперь посмотрим, посмотрите, это неплохой объем движения с левой стороны, и с правой стороны было 9, осталось 4. Значит пробная терапия, которая длилась на 5 минут, она помогла на 2 раза больше с пациентом. И теперь посмотрим внутреннюю ротацию еще раз. Посмотрите, совсем похоже с двух сторон. И девушка была в шоке, потому что сказала, что она никогда в жизни так сильно не могла дать руки вовнутрь, как теперь после этого. Теперь я показал ей два упражнения, которые она должна делать, надеюсь, она будет их делать. Одно упражнение это растяжка задней части капсулы домашняя, пациент лежит на спине, может, конечно, сидеть у стены, лопатка должна лежать на столе, и терапевт растягивает себе пассивно заднюю часть капсулы, где-то 30 секунд держит, или может использовать после изометрическую релаксацию, чтобы растянуть тоже мышцы, в этом случае главную заднюю часть дельтовидной мышцы. Можно даже сделать пассивно, в зависимости как хотите. Это была одна возможность растяжки. И у нас вторая растяжка, мы это называем растяжкой на спящего, ну, как бы как в скобычках пациент спит. Важно, чтобы под головой, главное под плечом была какая-то подушка, чтобы пациент головой стабилизовал себе плечо, чтобы плечо не шло вверх, и пациент делает внутреннюю ротацию. И опять он это может делать пассивно или может использовать пост изоматическую релаксацию. Но важно, чтобы плечо не шло вверх, голова плечевой кости, чтобы она не двигалась вверх. Я дал этой девушке эти упражнения, но это было в субботу вечером. Она сказала, что успела это сделать до воскресенья утром раз. Но посмотрите, совсем другой тест идет, спокойно, мягко идет. Объем после этой прудной домашней терапии не поменялся. С одной стороны было, и с другой стороны это было как раньше четыре пальчики. Но мы эту девушку пустили дома. И на следующий день утром с самого начала мы ее сняли еще перед лекцией. теперь посмотрите, она сделала это упражнение раз вечером и раз утром. И посмотрите, какой у нее был объем движения. Это здоровая левая рука. И это рука, которая была болела, но не болела, в которой не было объема движения. В первый день первой терапии было девять пальчиков, прямо после первой терапии было четыре пальца, а теперь осталось два. Два пальца, два-три пальца это более-менее норма. Но конечно у ней нужно это повторять, нужно тренировать, чтобы это не оставить. Наконец, то, что какой был цель этой моей лекции, но как бы нетипичных мастер-классов. Если у вас есть какие проблемы плеча, плечового района, посмотрите на две главные вещи. Посмотрите, есть какая-то dyskineza, неправильная позиция лопатки. Если лопатка неправильно двигается, нужно выбрать, которая мышца будет причиной, на базе осмотра, на базе тестов гинады и делать мышечные техники. Конечно, можно поработать на суставах, но это главное поработать на мышцах. Если у вас пациент имеет очень более точные проблемы или с импиджментом, или с нестабильностью передней, нужно посмотреть уже в общих объемах движения, когда мы тестируем наших пациентов, нужно посмотреть, может у пациента есть какие-то проблемы с ротационными движениями. Если так, вам нужно выбрать главно суставные техники или растяжку сумки и скольжения, главно для задней или нижней части суха. И правду хочу сказать, могу вам это зарекомендовать, могу вам дать свое слово, что у очень многих пациентов такими легкими тестированиями и пробной терапией, но очень легкой терапией, вы можете добиться очень хорошего эффекта, что объем движения будет лучше, что пациент не будет говорить, что ему что-нибудь боль. все, что хотел вам сказать, на первом докладе я очень сильно хотел приехать, правда, Питер красивый, но с другой стороны, это Польша. Этот лес, я сегодня был в этом лесе утром, я посчитал, что с моего дома до этого леса где-то 750 метров, но лес очень красивый, хорошо там можно тоже отдыхать, если вы не хотите нас пускать, по-моему, в Россию запрещено выезжать до 1 августа, так и я буду себе жить прямо в своем лесе, но потом, если вы меня примете, приду к вам. Спасибо вам за то, что вы послушали, теперь время, чтобы вы попробовали на своих пациентах посмотреть эту дисфункцию лопатки или внутренней ротации, ну и потом жду ваших отзывов. Спасибо вам еще раз. Продолжение следует...